Доклад по мере необходимости и возможности мы с Димой, нашим специалистом, будем иллюстрировать Некоторыми, так сказать, схемами, которые вывешены здесь с помощью электронных средств И это сделано для того, чтобы, я уже вначале сказал, для того, чтобы у всех было четкое, внятное понимание того Как и в какой обстановке развертывалось вот это событие, ради которого мы сегодня собрались Итак, приступим Значит, дорогие друзья, я вам рассказал, что мы сегодня собрались, чтобы отметить одну из самых ярких страниц Великой Отечественной войны А именно начало контрнаступления советских войск в сражении на Волге 19 ноября 1942 года Известно, что в силу разных причин война началась для нашей страны крайне неудачно Это известно И причины, почему так сложилось, тоже в целом известны Я лишь хочу сказать, что, значит, причины известны Я хочу лишь подчеркнуть, что, прежде чем подойти непосредственно к событию Я хочу подчеркнуть, что, к сожалению, немцам, фашистам, захватчикам удалось уже в 1941 году, в самом начале войны Прорвать наш стратегический фронт И просто там на уровне взвода роты дивизии А фронт целиком, так сказать, на всех трех направлениях Это с Северо-Западом, Псков-Навгород Это в Центральном, Минск-Смоленск-Москве И на Украине Потери целой группировки Октябрьский В октябре второй прорыв стратегический Это Смоленское сражение И третий стратегический прорыв Три прорыва Третий прорыв в 1942 году Вот о котором сегодня пойдет и речь Это для общей ориентации Вот Надо сказать, что Хотел коротко сказать Что, конечно, главной причиной того, почему немцы так Вот в начале войны Вели себя очень и удачливо И очень нахально То, что Германия, конечно, к этому времени имела Отмобилизованную уже два года армию Она поставила себе на службы все ресурсы Европы В том числе Франции Ее офицерский состав имел опыт боевых действий Применение, в том числе, крупных танковых соединений Вот Армия имела профессиональный корпус Унтер-офицеров В свою очередь Личный состав германской армии В своем большинстве был отравлен Человеконенавистической идеологии фашизма Именно это обстоятельство Придало всей войне Великой Отечественной войны С нашей стороны И характеризовался Невиданным ожесточением В свою очередь Красная армия испытывала серьезные трудности Трудности Поскольку после того, как немцы захватили почти 2 миллиона квадратных километров Нашей территории Мы лишились почти 60% мощностей машиностроения, металлургии и так далее Донбасс потеряли Понимаешь Эти трудности очень были заметны К тому же война для страны и армии Война оказалась внезапной Не удалось сразу выстроить боевой порядок Для отражения первого, самого сильного удара врага Но тем не менее Тем не менее Постепенно народ наш Начинал понимать Какой враг злобный пришел к нам Люди начинали, так сказать, мобилизовываться И это проявилось уже в 1941 году Когда под Москвой Уже была одержана выдающаяся победа В ходе которой был разрушен миф О непобедимости немецкой армии Немцы были отброшены от Москвы На 100-250 километров Но здесь время уже сейчас прошло Много Можно сказать, что, конечно Тут был допущен такой недостаток Или такая ошибка Ставкой допущенной была Что было ощущение такое Что немцы под Москвой разгромили И давай Сталин начал требовать Ну это справедливо Весь народ требовал Скорее, так сказать, начать, так сказать, победный марш И так далее На Запад И было требование всем фронтам Атаковать, атаковать и атаковать Но, к сожалению, немцы еще были далеки От окончательного поражения Поэтому были понесены большие потери И, к сожалению, к весенней кампании 42-го года Наши армии пришли во многом истощенные С большими потерями Недостаточно комплектованные И так далее Это обстоятельства Я не быстро говорю, нет? Это обстоятельства В свою очередь И привело к тому, что Значит, 42-й год Начался очень неудачно Значит, очень неудачно Надо сказать, что Вот уже в мае месяце В мае месяце 42-го года Я здесь, вот Крым Немцы Здесь произошла Трагедия Крымского фронта нашего Командующий Козлов Эта армия в районе Керчи Пыталась развить наступление на Севастополь Но потерпела неудачу Там Мехлис очень зловещую роль сыграл Потом, значит Потом командующий здесь 11-й немецкий арм Был Манштейн Ему удалось тут во многом, так сказать Добиться таких решающих результатов И все кончилось тем, что Они захватили Севастополь И в целом Крым перешел в руки немцев Это была, конечно, крупнейшая В мае 42-го года Вслед за этим Вторая неудача Постигла нас в районе Волховского фронта Здесь Побытка наступать со стороны Второй ударной армии Под руководством потом Перешедшего на сторону немцев Вы знаете, Власова Эта армия была окружена И по большей части Была, так сказать, потеряла Технику Ну, многие, правда, вышли Из-за окружения Большая часть армии Вот и вот покрылась таким Афером Изменой, понимаешь, командующего Но большая часть Вышла все-таки из окружения Но потеря была большая Вот в таких условиях Начался год В мае месяце же Здесь В районе Харькова Вот Харьков Были потеряны тоже две армии Наши две армии Поскольку немецкие танковые соединения Быстро прорвали фронт Окружили их И практически, так сказать, с этой вот В такой вот обстановке Началось лето 42-го года Очень неудачное лето Да, очень неудачное Ставка Верховного Главного Командования Сталин, в частности Иосиф Солионов Считали, что летом Немцы начнут Разобновять попытку захвата Москвы И поэтому держали на Западном фронте Вот напротив Москвы Основную часть Таких наиболее боеспособных сил Но оказалась ошибка И разведка не сработала Должным образом Главной задачей немцев на этот На лето 42-го года было Захват нефтяных Месторождений Майкопа Розного И потом они намеревались Перейти через Так сказать Кавказский хребет В Баку Потому что без нефти Немцы не могли воевать В этом вот их был Так сказать Их главный замысел Месторождение Значит Был разработан План Действий На лето 42-го года Немецкий год Наши войска Естественно После вот этих тяжелых потерь Тут особых Наступательных операций Не планировали Но немцы же Немцы Планировали Значит Следующим образом Поступить Значит Летом В начале июня месяца Одной группой войск Перейти Воронежу Воронеж Ну знаете Воронеж Воронеж Значит Ожесточенно Сопротивлялся Наши войска Воронеж Немцы захватили Но не весь Захватили Большую часть Бои были ожесточенные Командующий Фронтов был Гориков Ожесточенные Но Согласно Этому плану Гильдеровскому Они Они разделили Свои Войска На юге России Нет Свои На две группы войск Одна группа войск Под командованием Группы войск А Под командованием Средмаршала Крейста 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 Она Возле района Харькова Мариуполя Мелитополя Значит Прорвает наш фронт И Устремляется Краснодар Значит Майкоп Туда Главные Кавказские Хребеты И так далее А Вторая группа Группа армии Б Руководством Значит Командующего Генерала Вейкса Вейкса Оставляет В покое Так сказать Воронеж И начинает Значит Круто разворачивается То они шли Значит На запад То есть На восток Наши полагали Что это К Москве Они Однако Разворачиваются Круто На юг И начинают Не пересекая Волги Вот Волга Не пересекая Волги Начинают Движение На юг Также С задачей Обеспечить Фланг Фланг Группы Аль Аль Понятно Да Примерно Хорошо Это наступление Копыли По всем этим Как стерпятники Кружат Юнкерс И Хенкеле Немецкие самолеты Все погибли Смерть Это была Самая настоящая Беда Только тот Кто сам Пережил Это время Может Понять Всю глубину Трагедии Которую Переживал Тогда Наш народ На Эльбрусе Уже Залезли На Эльбрус Немецкие Горные Стрелки И там Развивался Большой Флаг Рейха Фашистской Свастикой Свастикой Они Захватили Нефтепромыслы Майкопа Правда Сталин Сказал Молодец Вот Сталин Всем вот был Он сказал Если Министру Нефтепромышленности Если Хоть одна Скважина Останется Целой немцам Смотри У меня И ни одной Скважины Немцам Ни одного Литра Не сумели Скачать Для немцев Это был Час торжества Они часто Опережали Наши Отступающие Войска И Настолько Обнаглели Что двигались Прямо По стебным Просторам Минуя дороги Голые По пояс В грузовиках В фронтранспортерах С песнями С песнями Понимаешь Вот Впереди Несколько Танков Если Где-то Там Хоть чуть-чуть Сопротивления Тоже У них Связь Прекрасная Была Тоже Вызывают Самолеты Юмкерсы Сервятники Сразу Разнесут Пух и прах Значит И все Пошли Дальше К началу Июля Немцы Вышли на Среднее Течение Дона Среднее Течение Примерно Вот здесь Старинград В чем В чем В войсках Как будто Вроде Похоже на Это Так Осторожно Вот так Не до конца Ну вот такая Вот ситуация Вот Да Но Уже 23 Июля Под влиянием Вот такой Эйфории О которой Я говорю От больших Успехов Гитлер Приказал Группе войск Б О которой Я говорил Попутно Захватить Сталинград Попутно То есть Задача Не снималась Обеспечивая Фронт Группы Армии А Ну и Захватить Сталинград Вот Сталинград Вот Значит Уже Значит 17 Июля Передовые Отряды Немецкие Столкнулись На рубеже Реки Чир И Цимла Но это Вот недалеко Здесь Значит Вот Сталинград Вот здесь Вот на этом рубеже Столкнулись Войсками 62 64 Значит Я Не хотел говорить А потом Ну что Сейчас Не говорить Вы знаете Размер Потерь У нас Был такой Не видно Что Сталину Пришлось Расформировать Ба фронта Не дивизии Не армии А фронты Каждый фронт Это полмиллиона Человек Пришлось Расформировать Вот Конечно В это время Шла Титаническая Работа В Толу Это тема Отдельная Я за 30 минут Не вложусь Но Самое главное Стоит в том Что Значит Потери Были огромные И пришлось Вот в этой ситуации Организовывать Отпор Захватчиков 62 64 Армии Только что Были сформированы Только что У них не было Ни опыта Ничего Их вот Пришлось Бросить Значит Интересно Кстати Что Гитлер Боялся Идти дальше Волги Боялся Безоглядных Просторов Которые За ней Простирались Это Сыграло Для нас Положительное Значение Для нашей Страны Естественно Сталинград Сталинград Имел Большое Значение Ну Само Название Сталинград Конечно Имело Звучание Такое Город Где тогда Проживало 440 тысяч Человек Населения Особенностью Города Было И сегодня Кстати Мы вот Недавно Были В нем То что Он протянулся Узкой Полосой Вдоль Волги На протяжении Порядка 50 Километров Вот Особенность Города Такая Была Значит Именно Вот этот день 17 июля Считается Началом Сталинградской Битвы Вот Ну здесь Большие очень Работы были Проведены Еще в 41 году И оборонительных Обводов Созданы Вот 200 тысяч Жителей города Постоянно Работали Выкапывая Траншеи Рвы Там И так далее С другой стороны В составе 6-й немецкой Армии Это главный Сегодня Дебютант Нашего Сегодняшнего Доклада 6-я немецкая Армия Было 18 Хорошо Укомплектованных Визии Армии Этой Вот уже Прошло Прочти год С лишней Войны Ей Серьезных Боев Не пришлось Участвовать Из них Против Сталинграда Действовали 12 дивизий Немцы Имели Превосходство В людях Танках Их авиация Полностью Господствовала В воздухе Причем 6-я армия Для интереса Внимала Особое положение Гитлеровской Германии Она блестяще Провела Компанию Во Франции Ее войска Участвовали В параде Победы В Париже Был проведен В 40-м году Парад Победы У Эфелевой Башни И так далее Она была В авангарде Наступления На нашу страну Командующий Этой армии Генерал Паульс Пользился Особым Доверием Гитлера Даже Командующие Группами войск Вот я их называл Вейкс и Клейст Они не имели Прямой связи С Гитлером А Паульс имел Знак особого Доверия Такое Да Вот Значит Можно в Сталинград По карте Это интересно Итак Ударные Группировки 6-й армии Уже Прорвались Значит Прорвались Значит К Волге На некоторых участках В частности Прорвались На севере Разорвали Делефрон Ташу Значит Немцы Почувствовали Здесь Сопротивление А гидер Фашист был Негодяй Но он не дурак Был конечно Он понимал Что здесь Русские Будут сопротивляться Он снимает Группу армии С Кавказа Группа Армии А Снимает Четвертую танковую армию Генерала Гота Которая Срочно Выдвигается Своим ходом Из района Краснодара Майкопа Краснодара Ставрополя Выдвигается Сюда Южные Южные Отрезки Южные Отрезки Южной окраины Сталинград Создается Сталинградский Фронт Специальный К началу Августа В его составе Уже 8 армии То есть Начали с двумя Непрерывно Сталин Подбрасывает Подкрепление Уже 8 армии Причем на фронте Протяженностью Значит 800 километров Ну мы сейчас Пока с этим Тем временем Немцы продолжают Поступать Я уже сказал 4 армия 20 августа 6 армия Захватывает На восточном Берегу Дона Здесь Восточный Берег Дона Захватывает Два Плацдарма Два Плацдарма Которые Позволяют Армии Переправить На плацдармы Которые Продинулись По фронту 45 километров Переправить На него 14 танковый Корпус Ну это Который Состав армии Так 23 августа Немцы С этого Плацдарма Переходят Вступление И вскоре Прорвались Через боевые Порядки Вот 62 армии И вышли К Волге Северной По крайне Сталинграда Между 62 Я уже сказал 62 армии И остальными силами Сталинградского фронта Образовался Коридор 6-8 километров В эти же дни Я хочу напомнить Продолжение Случай Который Стал Известим На всю страну 87-я стрелковая дивизия Стрелковая Укомплектованная Сибиряками Выдвигалась Для нанесения По немцам Контрудара Выдвигалась Вот на этот Марш Как его Тот удар О котором Я уже сказал Но сама Попала Под удар Контрудар Немцев И была Рассещена Дивизия Пополам 33 воина Этой дивизии Были отрезаны Со стороны Сил И заняли Оборону На высоте В течение Дня Война Отбили Атаки 70 немецких Танков 27 из них Сожгли Убили 150 немецких Солдат На Следующий День Бойцы Пробили Своим И не имея потерь Не имея потерь Но Никто не поверил Что они вот такие Там наделали Делов А сами Целые Остались Только что В стране был Помните Против Панфиловцев Там все погибли А тут Никто не погиб Сибири Даже Командующий Фронтом Еременко Не поверил Специально Послали Самолет Разведчик Который Сфотографировал Место их Боя Увидел Эти сожженные Танки И подтвердил Что да Вот так и так Действуют Сибиряки Вся страна Знала 23 августа Немцы Совершают Массированный Авианалет На Сталинград Две Тысячи Самолетов Правда Самолетов Меньше было Но они Каждый Самолет Совершал По 2-3 Вылета Поэтому Из самолетов А самолета Вылетов Две Тысячи Самолетов Вылетов Превращает Город Руины Считается Армия Последно Под натиском Немцев Отходит Предела Города 12 сентября В командование Армии Вступает Генерал Василий Иван Чуйков Это Герой Наш Народный Который До конца Армии Командовал И который В общем-то Сидрал Там Решающую роль Линия Обороны В это Время Проходила 5-12 Километрах От Волги Просто Именно Вот так Вот Видите Синоборгат 4 сентября Начинается Первый Штурм Города Немцами Через день Атаки Немцев На левом фланге Были отбиты Однако В центре Немцы Прорвались В город И взботили Мамая Волгар Я вам так Интересно Может не запомнишь Но так Может где-то Кому-то С кем-то Придется Беседовать Что он С себя Представлял Тогда Пока Да и сейчас Немало Итак Здесь Вот районный Большой был Дальше Заводы Здесь Крупные Заводы Значит Первый завод Большой Это Завод Дима Тракторный Тракторный Завод За ним Завод Баррикады Это Баррикады Делал Орудийные стволы Орудийный Завод Следующий Завод Металлургический Это Сталь Для этих Заводов Делал За ним Значит Два Вокзала Здесь Вот Центральные Районы Жилые Они Сейчас там Жилые Здесь Дом Павла Который Ниже Скажу Ну Здесь Природы Основно Деревянные Домышки Вот так Примерно Значит Выглядел Тогда Бор Захватили Мамаю Курган В ночь В ночь 15 сентября Город Переправилось Через Волгу Переправились Два Полка 13-й Вардейской Стрелковой Дивизии Командир Дивизии Радимцев Генерал Майор Они Заняли Оборону И Несмотря на Жесточающий Огонь И Немцев Выстрелили На Следующую Ночь Переправился Третий Пол Дивизии И он Отбил Немцев Мамай Курган Опять Кто Кстати Не был Вот Мы В этом Ваду Побывали Очень Советую Побывать Детишек Внуков Взять Посмотреть Действительно Мемориальный Комплекс Там Замечательный В Сталинграде Каждое Сражение Превращалось В бой Между Отдельными Людьми В густом Дыму Кирпичной Пыли Шли Ру Папашные Схватки С ножами Часто Лопатами Кирпичами И прутями Арматуры Бои шли Среди Огромного Леса Почерневших Кирпичных Труб Среди Развалин Остатков Сгоревших Домов Канализационных Коллекторов Бой шел За каждый Дом Под напорную Башню Дорожную Насыпь Погреб Кучу Развалин Нередко Бойцы Осыпали Противника Бранью На малейший Звук Открывали Огонь Или метали Гранат Вскоре Вслед за этим Событием Город Переправилась 193 Я называю Только те Дивизии Которые Наибольший Вклад Несли Там много Воевалось Просто трудно Докладить Всех упомянуть 193 Стелковая Дивизия Которая Не дала Возможности Немцам Захватить Завод Красной Отряды Ну там Мартейны Домны Медлургийский Завод Он конечно Для обороны Был Хорош Не дали Его захватить Выдающийся Подвиг Совершил Бронебойщик Этой дивизии Михаил Паниках У него В руке Воспламенилась Бутылка С горячей Смесью Он сам Превратился В горячий Факер В такой Невероятной Обстановке У него Хватило Сил Бросить Другую Брутылку Вражеский Танк И поджечь Его В современном Волгограде Есть улица Хощащая Имя Этого Героя Ожесточенный Штурм Проложался Десять Дней В это же Время Войска Донского Фронта Откуда Появился Донской Фронт Сталин Образует Донской Фронт И лучшего Полководства Направляет Константина Прокоссовского Значит Этот Фронт Атакует Непцев С целью Ликвидировать Разрыв Нашим Фронт Попытки Не принесли Успеха Но зато Отвлекли Много Немецких Сил От штурма Города Постепенно Борьба За город Становится Центральным Сражением Года Всего Битва За Сталинград За Сталинград Уже охватывает Территорию 100 тысяч Квадратных Километров По существу Весь Юг Россия Когда мы Сталинград Сталинград Огнем Сталинград 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 Женщины Сталинград Но всегда Какой Какой там Какой там еще Уже Слава о нем Шла Немец Майор Хвалился У меня Школа У меня Выучка За мной Опыт Европы У меня Лучший В мире Винтовка И кончилось Видишь Зайцев Подловил Все-таки И уничтожил Вот это тоже Осталось В памяти Ваше Зайцев Надо помнить Что 14 Октября Начался Второй Мощный Штурм Города Целых 24 часа Для нашей Позиции Стоял Самый Настоящий Ад Какая была Сила Немецкой Авиационной И артиллерийской Потопки Были Большие Потери К сожалению Времена Неположения Было Отчаянным Даже Командный Пункт Чуйкова Был прижат Курезу Воды Дважды Чуйков Просит Разрешение Перенести КП На левый Берег Волги И дважды Получает Командующим Фронтом Генерала Еременко Приказ Стоять На месте И отбивать Ничего Еще Несколько Минут У меня Я чувствую Даже Хорошо К тому же Надо помнить Что немцы Простреливали Все переправы Через Волгу Поэтому Переправлялись Только ночью И часто С большими Потерями Хотя Немцы На многих Участках Выше На берег На берег Волги Но Попыток Преодолеть Не делали Поэтому На левом берегу Нашим Командованием Была создана Мощная Артиллерийская Группировка Которая Наносила По немцам Сокрушительные Удары В 45 году Когда После дня Победы Черчилль Он враг Наш А в войну Все-таки Союзник Поступая В парламенте Говорит Да Мы многое Там сделали То-то-то Мы должны Все-таки Большую Благодарность Вынести Нашему Помощнику Это Адольфу Гитлеру Который Надел Столько Ошибок Что Нам Специально Было Их Не Создать И вот Одна Из этих Конечно Если бы Немцы Где-то Слева Запада Перешли Волгу Оттуда Перекрыли Восстабжение Там Было Трудно Но Тем Не А он Запретил За Волгу Не Ходить 11 Ноября Третий Штур На этот Раз Немцы Прорвались Уже Медзаводами Я их назвал Баррикады И Красный Октябрь К исходу 18 ноября 62-я Армия Оказалась Рассечена На три части Прижатой К берегу Волги А пока В Сталинграде Шла Изматывающая Борьба Наша Верховная Командовина Готовила Грандиозную Наступательную Операцию Сама Подготовка Операции Представляет Мероприятие Огромного масштаба Но после того Как страна Потерпела Значит такой Страшный Урон Летом После того Какие потери Были Сколько было Всего Горького Когда Гитлер Уже на нас Крест поставил И вот Сила была Я в свою очередь Скажу Сила Большевистской Идеологии Была Не сломаться В любой Обстановке Не уповать На кого-то Там Понимаешь А Переломить Ситуацию И вот В этих Была поставлена Задача Подготовить Контрнаступление Для этого Надо Переместить До исходной Позиции Миллион Человек Понимаете И вести Сотни 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 Тон Боеприпасов Горючее Других Объект Все Состав Под Салинград Три Три И четыре Третья И четвертая Румынские Армии То есть Две Немецких И Две Румынских Армии Так А Также Восьмая На Среднем Дону Вот здесь Вот Восьмая Итальянская Армия Так Шестая Армия Так Втянулась Сражение За Сталинград Что почти Вся Была Задействована Сражение За Сталинград Румынские Четвертая Танковая Армия Также Атакует Сталинград С юга Румынские Армии Обеспечивают Фланги Отсюда И отсюда Шестой Армии Итальянцы Держат Оборону На Среднем Дону С нашей Стороны В этом Сражении Участвует Сталинградский Фронт Командующий Еременко Так Командующий Еременко В составе 62 64 57 51 28 Армии Мне сейчас Трудно Показать На этой Карте Но я Вам показываю Слева Справа От Сталинграда Воздушная Армия Восьмая Армия Этот фронт Держит Оборону На фронте От поселки Рынок На севере Я вам показывал Рынок На севере И вот здесь Поселка Кума На юге Главная задача Сталинградского Фронта Удержать Не допустить Захват Сталинграда А потом Сыграть Главную роль В создании Кольца Окружения В север От Сталинграда Действует Донской Фронт Я вам Сказал В север Сталинграда Донской Фронт Это Командующий Аркасовский В составе 24 65 66 Армии И 16 Воздушной Армии Протяженность Фронта Видите Всего 150 Км Фронт Обычно 400-500 Сталин Понимал Значение И Дал ему Обеспечивать Фланг Сыгранского Фронта Чтобы Немцы Не сглодили Северо Северо К Сыгранскому Донскому Фронту Примыкает Северо Юго-Западный Фронт Юго-Западный Фронт Который Вот сыграл Видите Это он Сыграл Главную роль В этой Операции Контр-васступательной Командующий Молодой Только что Выдвинутый Значит На дорос Командующего Русский Полководец Батутин К сожалению Через год Убитый Украинскими Националистами Уже на Украине Продвиженность Продвиженность Эту фронта 250 Км В составе Этой армии 1-я гвардейская 21-я танковая 5-я танковая Армия И 17-я Воздушная Армия План операции Был разработан Генералами Жуковыми Масилевским В сентябре Месяце Настолько секретность Была Что никому Не доверяли Только командующих Фронтами Вызывали В Москву И там Генштаб Уже лично Знакомили Под роспись Больше никто Не знал Замысел Операция Операция Начала Усковное Номинование Удар Замысел Этой операции Уран Состоял В том Чтобы Сталинградский Фронт Основными Силами Или Значительной Частью сил Сковывает Сталинград Постарашевскую Армию Шестую Армию Одновременно Одновременно Основной Удар Своих Позиций Наносит Юго-Западный Фронт Батутина 5-я Танковая И 21-я Общевойсковые Армии Они Наносят Удар В общем Направлении На город Ковач Сталинградский Фронт Основные Частью сил Частью сил 62-я И 64-я Армии Прочищают Сталинград А Сталинградский Фронт Основными Силами Шесть Армий Атакуют Немцы Прорывают Оборону Румын И Соединяются Силго-Западным Фронтом В районе Калача И тем Самым Как видите Образуется Кольцо Окружения Донской Фронт Тоже Наносит Дополнительные Удары По Обеспечению Вот это Вот таким образом Значит Такого замысел Операции Сюда Было Свероточено Большие силы Я уже называл В частности Сталин Лично Сказал Свероточить Такую мощь Танков Танков Не так Много Потому что Последних Потерь Танков В армии Мало Было Всего 1463 Но зато Авиации 1350 Здесь Авиация Сыграла Значительную роль Всего Для участия В операции Советским Командованием Было Привлечено Вот то что я уже Назвал Подождите Было Привлечено Значит Было Привлечено 1 миллион 100 тысяч Человек Правда Это все Отмечают Большого Большого Превосходства У нас Не было У немцев Тоже было Примерно Миллион Человек В этом Районе И техники У немцев Танков Было Даже Больше Ну Спорят Примерно Одинаково Но тем Не менее В этой Ситуации Свероточить Такие Силы После таких Потерь Значит Было Достижение В этой Операции Впервые В войне Планировалось Применение Архиллерии Авиации В виде Архиллерийского Афекционного Наступления Сталин Специально Туда послал Главного Архиллериста Советской Армии Маршала Боронова Маршал И сказал Что Оба меня Немец И румын Особенно Голого Не могли Поднять За двое Суток За двое Суток Что Интересно На обоих Фронта И тут И тут То есть На юго-западном И Сталинградском Была Значит Проведена Разведка Боем Разведка Боем Которая Позволила То есть Без Архиллерийской Подготовки Просто С каждой Дивизии По 2-3 Батальона Без Подготовки Шли В атаку И Определяли Таким образом Где у немцев Находятся Вся Куророгневые Точки И так далее Позволило Установить Что перед Советскими Войсками Немцы Держат Только Воевое Хранение Основные Силы Держат В глубине Это Очень Позволило Провести Повышен Эффективный Сарг Подготовки И избежать Напрасного Расхода Старя Да В день Начала Наступления 19 ноября Пошел Сильный Снег Видимо Снизилась До нуля Лигература Была 5 градусов Ниже Нуля Не позволили Погодные условия Провести Авиационный Поток Сохранились Свидетельства Свидетельства Этих Волнующих Событий На юго-западном Фронте Вот смотрите Интересно Фронт Был 260 километров А для прорыва Был намечен Всего 26 километров 26 Да Это тоже Определенный риск По сигналу Сирена Все системы На обоих фронтах По сигналу Системы А там Квартиристов Есть Шнуры Натянули Сирена Все Шнуры Натянули Значит так И значит Потом По сигналу Огонь Сразу Все 115 Дивизионов А представляете Дивизионов 10 Катюш 1000 Машин Каждый По 20 Направляющих Сколько Получается Одновременно По сигналу Огонь Первый Делают Залп Катюша Около 20 Тысяч Ракет Устремляйся На позиции Врага Понимаешь Так Да Первым Понесли К врагу Наш сигнал Кавычки Десятки Дивизионов Катюш Один Час Слово Разрушения Цели Затем 20 минут Подавления Обнаруживаем Себя Потом Мног Подталений Так После Мощной Аргелистской Потоки 8 часов 51 Минута Этого дня 19 Ноября Советские Войска 5-й Танковой И 21-й Общевойсковой Армии Слаждарма В районе Сердемовича Вот Перешли В атаку Вот Вспоминают Очевидцы Шел снег Представляете Дул сильный Ветер Временами Наплывал Густой Туман Противник Несмотря на Потери Оказывает Расточенное Сопротивление Используются Всевозможные Средства Чтобы обеспечить Высокий Расступательный Парет Пехоты Пехота Матушка Она все решает Вот Например 87-й Стрелковой Дивизии Пехота Пошла в атаку Под звуки Мужики Интернационала Представляете Обстановку Метель Ветер Туманы Туманы И так далее Вдруг Давай Проклятием Заклейменным Пехотам Всякие Средства Использовались Лишь бы Обеспечить Высокий Наступательный Порыв Полуднюю Части Фронта Прорвали Первую позицию Главной Полосы Обороны Рыбали Видны Подвижные Группы Фронта Танковые И механизированные Корпуса Они получили Приказ Не ввязываться В бой С опорными Пунктами Обходить Их Стремиться К намеченной Цели Рвать Коммуникации Управление Нарушать Сеять Панику И страх Любопытно Свидетельство Командира 26-го танков Корпуса Он вспоминал После войны Ночь Снегопад После прорыва Фронта Корпус Был введен В глубину Обороны Противника Задача Куда идти На калач Бой Ввязываться По пути Идем По колонному Путю И что такое колонный Путь Две дорог По степи Один танк Прошел И все за ним Так Вот Зажженными Фарами Идем Задача Калач Слева Обнаружим Идущую Параллельно Но только Противоположен Управлении Тоже танковую Колонну И тоже С парами Горячей В изумлении Остановились Думали Что это Наши тут Заблудились Обратно Пошли Но присмотрелись Оказалось Это танковая Румынская колонна Румын Прокс Вот Видимо Отражает Контратаку Тогда Значит Решили Колонну Румынскую Не трогать Поскольку Ввязаться Это не выполнить Главную задачу А когда Танки Прошли Мы остановили Идущие за ними Колонны Автомобилей Автомобили Шли с горючим Продовольщим И так далее Оставили Эти колонны Каждому водителю Подсадили Автоматчику И направили Вслед за нами Туда Танки Танки Рассказывают Через некоторое время Румынские Остановились Без горючего Без продовольствия Пошли в плен Не делали Войска Сталинградского Пронта Сталинградского Пронта Они Пришли В наступление В составе 51-57-64 Армий Днем позже Так сложилось 20 ноября Из района Сарпинских Озер Орлевийская Потопка Была тоже Мощная Прорвали Оборону Румынской Армии Причем Огонь Был настолько Мощным Что уже Первый день Целая Румынская Группировка Сарпинская Группировка Целый Румынский Корпус 27 тысяч Человек Сняли Шапки Свои Длинные Поклонились И пошли В плен Так что В целом Надо сказать Успех Прорыва Фронта Во многом Был связан С тем Именно Что На обеих Флангах Тут поставил Третью Румынскую Армию А тут Зачищал Фланг Шестой Армии Четвертой Румынской Армии Немцы Отдали Румынам Всю Технику Французской Армии Которую Они победили В сороком Году Но больше Мечу Не давали Румыны Были голодные Цели Войны Не понимали Гитлер Все время Отбивался Антонесского Слышите Такой Владитель Был Антонесского Он хотел Быть Главокомандующим Гитлер И так Не воюет С румынов Срава В плен Пойдут Поэтому Таким образом Было В такой Обстановке Было Проверь Успешно Успешное Решение Задачи Во многом Зависило От захвата Переправы Через реку Дон Покажи Дин Переправу Переправу Единственная Переправа Единственная Переправа Единственная Переправа Через река Дон Видите Вот Калач Куда Устремились Войска А переправа Вот Один Значит Одна Переправа Что тут Случилось Был Сформирован Передовой Отряд Корпуса 26-го Танкового Корпуса Для захвата Единственного Сохранившегося Моста Через реку Дон В составе Двух стрелковых Рот Пяти Танков И одной Бронемашины До большой Скорости Включив Фары Почему фары Потому что Ночь Снегопад Ни черта Не понять Что к чему Понимать А отряд Начал движение Немецкие Позиции Благодаря Сильному Идущему Сильному Снегу Миновали Без единого То есть Немцы Вот их Оборона Видите Вот Они их Приняли За своих Видимо И поэтому Немцы Не открыли Огонь И они Вышли В это место Здесь Они нашли Местного жителя Который Вел Двух Заблудившихся Немцев Оказывал Немцам Дорогу Ну немцев Ну немцев Естественно Убили Там Уничтожили Этого Без Стружителя Заставили Быстро Коротким путем Привезти Его Его Так сказать К этому Мосту После короткого Боя После короткого Боя Передовой Отряд Вскоре Значит Наши войска Планом Пошли Удар А здесь вот Сталинград Уже На подходе Сталинград Вот такая Вещь Значит Захват Моста Обеспечил Своевременно Выполнить Задачи Павлодей Николаевичу Здесь были Захвачены Большие Трофеи Вот 16 часов 23 ноября 4-й Танковый Корпус Его Западного Фронта И 4-й Механизированный Корпус Сталинградского Фронта Соединились В районе Кутера Советский Завершив тем сам Оперативное окружение 6-й армии Оба главных Удара Пришлись Я уже сказал По позициям 3-й и 4-й Румынских Армий Которые были Полностью Разгромлены Уже Начало К концу Ноября Меня Снимать К концу Ноября Значит Был создан Внешний Фронт Окружения Внешний Фронт Дура Что Внешний Фронт Окружения Вот он Внешний Фронт Окружения Который проходил По промежу рек Чир Дон И далее На Котельников На расстоянии Между внутренним И внешним Фронтом Окружения Было невелико Сравнительно От 30 до 110 км То есть От окруженных немцев До их Внешнего фронта Было До 110 км Ну Попало сюда Много Окружения Всего Всякого И 22 дивизии 330 тысяч Личного состава Значит Фронт был сокрушен На фронте 300 км В общей сложности Двухбыдно Что происходило В это время В самой 6-й армии Сразу же Как только Стало известно О нашем наступлении Было Командованием армии Было принято решение Срочно Прекратить Во-первых Штурмовые действия В Саинграде Значит так Вывести из города 14-й танковый корпус С двумя танковыми дивизиями И нанести Удар во фланг Проравшимся войскам Много-западного фронта Но это были Двумажные наметки У них ничего не получилось Самое интересное здесь Вот что О чем мало кто у нас знает Что когда Кольцо окружения Замкнули То штаб армии Оказался Вне Кольца окружения Гитлер там Полисал От возмущения Как так Армия в кольце Голова Понимаешь Вне кольца Значит И приказал сначала На специальном самолете Сначала Паульсу лететь В кольцо Хватит Поглаждаться А после этого Опять по специальным указаниям Весь штаб Шестой армии Самолетов Вместе с армией Вернули Чтобы они Так Значит Так Вот так вот Значит Перебросили туда его Сохранились Насичные свидетельства Того Что происходило В тыла Шестой армии Это была страшная картина Беспорядка Паники Мародерство Потери огромных запасов Полное ошеломление Только чтобы И на вершине успеха И вдруг полное окружение Первое побуждение было Выходить из окружения Но я опускаю детали Значит Главное состоит в том Что Гитлер Катеретически запретил выходить Не думать об этом Куда Ступила нога немецкого солдата Он оттуда не уходит Это его Девиз Гитлера Запретил Геринг Геринг заверил его Что авиация Транспортная Доставит Ежедневно доставит 500 тонн Крузов Рючки там И так далее И так далее Это вот Одна позиция И вторая позиция Что срочно Гитлер формирует Формирует Значит Вот здесь Направление Формирует Новую группу армии Дон Срочно Вот той 11 армии Которая Захватила Крым Она была Перебросана Под Денинград Собирались Ленинград штурмовать Но ничего не получилось Пришлось Манштейна Командующий И весь его штаб Направлять сюда На Учеркас На Учеркас Вот он И здесь Формировать Группу армий Дон Из чего Формировать Формировать Из остатков Вот этой 4-й танковой армии Поскольку большинство Ее соединений Попали вместе В 6-ю армию В окружение Начали Вытаскивать Из группы армий А сюда Короче говоря Я здесь опускаю детали Чтобы Поскольку время идет Понимаешь Что сказать так Была сформирована Группа В составе 44-х дивизий Сюда Впервые Впервые За время войны Первый батальон Был Переброшен Тигров Переброшен На Ленинградский Фронт Там опробован И сюда Уже Боевой В составе В составе Группы Армий Дон Был Переправлен Батальон Новых тяжелых Танков Тигров Питер на него Очень надел Вот здесь На этом рубеже Ребеди Мышкова Мышкова Подошли Замечательные Почему замечательные Потому что они Описаны были Бондаревым В книге Горячий снег Горячий снег Вот здесь Были Ожесточенные Сражения Все Висело На волосе Я скажу И так все Просто было Потому что Немцы Настолько Продвигались Понимаешь Во-первых Наша армия В этаке Предыдущих Боев Были сильно Измутаны Немцы Сорвитель Прорвались Через Боевые Порядки 51 Армии Наносит Сильные удары По флангам Наступающей Группировки Вот Да Окруженные В Сталинграде Немцы Временами Уже слышали Слышали Орудийный гул Этого Гота Группы армии Гота Которые прорывали Сюда По ночам Видели Сигнальные ракеты Которые Пускали немцы Вот такая Была обстановка Но в последний момент Маршем Пришла сюда Направленная Сталином Вторая ударная Армия Командов Генерал Малиновский Потом Министр обороны Был Армия была Мощная 122 тысячи человек Вторые тысячи Орудий Там и так далее И вот они В течение Коротких Трех суток Ажестоферные Боливили И в конечном счете Все дело Кончилось тем Что Порупировка Гота Потерпела поражение И Погатилась На Так вот Развивались События Пока Значит Отражали Значит Этого Гота Значит Одновременно Юго-Западный Проб И Брянский Пронесли Удар Сильный Вот он Сильный Удар По Восьмой Итальянской Армии Тут же была Немецко-Итальянская Войсковая Группа Генерала Такого И Значит Удар был Такой Силы Что армия Развалилась Немецкая Итальянская Армия Восьмая Развалилась И Войска Его Западного Фронта Быстро Пошли Как видите В тылы Немца Вот здесь Вот А эта Армия Пошла В тылы На Ростов Задачей Значит Уже Захватить Всю группировку Не только 62-й Армии Но Этого К сожалению Дальше Не получилось Не хватило сил Но тем не менее Значит Вот этот удар На среднем Дону О котором Я сказал Одновременно Чтобы так Для памяти Ставка Преприняла Направила Специально Жукова Направила На западный фронт Маршала Жукова Для того Чтобы Значит Нанести удар По Группе Армии Центр Там сильнейшие Бои были Мало кто знает Об этом Результатов Почти никакого Не было Кроме одного Что немцам С этого фронта Западного Не удалось Снять ни одной Девизии На помощь Вот И так Значит Итак К концу декабря Уже Внешний фронт Окружения Сталинградской Группировки Был Отодвинут На 200-250 Километров Ее судьба Была Фактически Вершена Армия Не получала Обещанное Гитлером Обеспечение По воздуху Не хватало Самолетов Наши самолеты Чтобы вы знали За все это Наши Зенитчики И авиацию Сбили За все это Время Более Тысячи Транспортных Самолетов Мин Андреев Вам это понятно Как авиатор Это вот Идем Как 52 Окончательно Вражеская группировка В Сталинграде Была уничтожена В ходе операции Кольцо Я здесь Опускаю Потому что у меня Все перечисления Самое интересное Стоит в том Что Сталин У него была Интересная Такая То есть Вражался Сталинградский фронт Командовал Еременко А когда дело Дошло до Ликвидации Этой группировки Ликвидации Значит Сталинградский фронт Церегом Переподчиняется Уходит туда На внешний фронт Окружения Вместе с Еременкой А А все что здесь осталось Вот Вот они 24 21 57 62 Все они Переподчиняются Уже Донскому фронту Во главе Товарища Рокоссовским Вот Я не хочу развивать У вас У всех Головный Брючат есть Он Всегда это так Думал Талин Чтобы не было Излишней так Концентрации Славы Там и так далее Да Что интересно Что Вот смотрите Сталинград Это уже Период Когда Разбили всех Внешних Воручателей Когда фронт Отодвинулся На 200 километров Приступили К ликвидации Вот этой всей Головной Причем То что здесь У немцев было Вот сначала Они вот в таком направлении В таком составе А потом Под ударами наших войск Их дожали До самого города Как видите Еще что интересно Операция Кольцо Началась Не с Не с города Поскольку Здесь Сюда были направлены Все немецкие боевые Порядки А начали с тыла Для Шестой армии Это было тыло Понимаете И постепенно Постепенно Их дожали Я опускаю Сейчас Значит Гидр требовал Не сдаваться Ожесточенная Борьба была Понимаете Так Рассечение Вот Значит 31 января 43 года Федмаршал Пауэллс С 24 Другими Генералами И остатками Южной части Войск Шестой армии Сдались В плен 2 февраля Было Уничтожено И частично Пленено Северную часть Из 30 30 Из 330 тысяч Попавших в плен 91 тысяч Из 30 Попавших в котел 91 тысяч Оказалось в плену 20 тысяч ранних Немцев Успели вывезти На самолетах Вообще Стоите Говорить Ну Сейчас уже Время прошло много Заканчиваем Значит Там Когда Кольцо Завкнули На что Пауэллс Штаб Ну немцы Все у них там И плохо Хорошо Но они Аккуратисты Немцы Любят Штабную культуру Они штаб В Берлин Доложили Чисто Из того Что осталось В кольце И вот По их данным В кольце Осталось 241 тысяч Человек Из них 12 тысяч Румын Полторы тысячи Хорватов Там был Хорватский Как ни странно 19 тысяч Русских Это так называемые Хиви Помощники Добровольные Понимаешь Но это Очень сложная И болезненная Тема Я вот Не стою на позициях Пустительности Это были Несчастные люди Бесчеловечными Пытками Загнанные В такие Условия Да у наших Солдат Еще там уже Все кто На стране Немцев Чувство было Устяжать И так далее Поэтому Итак Я завершаю Несомненно Что выдающуюся Роль победы На Волге Сыграл Верховный Волокомандующий Иосиф Виссарионов Сталин Бесловно Сложившиеся Тогда Обстановки Ему не изменили Выдержка Стальной Характер И воля Народ И армия Верили ему И он Оправдал Ожидание Именно Здесь На Волге В полную силу Засиял Полководческий Талант Жукова Василевского И многих Других Командиров Настоящими Мастерами Вождения Войц Показали Себя Командующие Фронтами Еременко Рокоссовский Латутин Мы Никогда Не забудем Имена Выдающихся Командиров И героев Сталинградской Битвы Чуйкова Малиновского Лопатина Петракова Родимцева Батюка Людникова Горохова Павлова Зайцева Баданова Некоторых Я по докладу Называл За боевые Отличия В Сталинградской Битве 55 соединений Частей Получили Почетные Номинования 55 Были награждены Орденами 183 Стали Гвардейскими 112 Человек За особые Отличия Получили Звание Героев Советского Союза 707 Тысяч Были награждены Медали Память о Сталинграде В мае 65-го Горохова Сталинград Получил Почетное Звание Города Героя Память о Грандиозном Сражении Бессмертном Народном Подвиге Увековеченном Грандиозном Памятнике Ансамбле На Мамайом Кургане Пусть Никогда Не завянут Цветы У памятников Защитников Отечества Народная Тропа Кустамбл И Сражений Пусть Никогда У ныне Живущего И всех Последующих Поколений Нашего Народа Не Ослабнет Чувство Горячей Признательности К тем Что в грозные Военные Годы Не пожалел Ничего Вроде Своих Жизней Для победы Над Другом За свободу И независимость Нашей Родины Спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ Редко Друзья Наслечаться Приводится Но уж Когда Довелось Вспомнить Что было И выпьет Как водится Как на Руси Повелось Вспомнить Что было И выпьет Как водится Как на Руси Повелось